Когда я говорю «мы», я имею в виду некоторые лица, которые для меня «мы». Эти лица почти не объясняются. Вот всякая попытка терминологии, она уже есть. Вот сегодня суббота, и скажу честно, к компьютеру я уже зарекся было даже подходить. Отдыхать, как говорят, душой и телом. Но с утра пришлось все-таки взять в руки камеру. Я снял вот этот ролик о своих питомцах, один из которых с необычайным энтузиазмом стремился попасть на свою жилплощадь. Пришлось пустить гада, но былое спокойствие уже было утрачено. И после этого на свою беду я решил еще и пробежаться лентой новостей. Пробежался и совершенно опешил от того, что, оказывается, в России одной из самых популярных стала сегодня новость об актере Анатолии Пашинине, который, как известно, бросив три года назад свою карьеру в России, пошел воевать за Украину в составе одного из добровольческих батальонов. Колорадская публика, естественно, уже совершенно опешила от такого поворота событий, и Анатолия все время пытались на чем-то подловить. Любые его объяснения о таком мужественном поступке, рассказы о военных буднях безжалостно перевирались, а его мотивацию старались упошлить, свести до уровня, мол, чувака перестали снимать в кино, вот он, дескать, и подался в карателе. Тоже не говоря о том, что несколько раз даже сообщали о гибели Анатолия Пашинина, но каждый раз это оказывалось фейком. И вот новая ошарашивающая новость. Пашинин сбежал с передовой. Сбежал, сука! Матерялось подобными заглавиями и заняли было первые строчки в рейтинге российских новостей. Одним из первых эту сенсационную лабуду распространил один из самых лживых рупоров российской пропаганды сайт «Русская весна», который не гнушается не только откровенным вранем, но и самыми грубыми информационными провокациями. Поэтому я называю его, извините, не иначе, как «Русская жопа». Ну а дальше, как говорят, пошло-поехало. Впрочем, судите сами. Но если с «Русской весной» все понятно, то, как видим, с этой новостью засветились и более серьезные издания. Например, «Экономика сегодня», специфика которого, казалось бы, предполагает проверку каждой цифры, не говоря уже о фактах. Или вот еще примеры, в том числе и известный канал НТВ. И вот только на сайте «Утро» просочились кое-какие детали. Здесь, кстати, к традиционной формулировке добавили всего одно лишь слово. «Пашинин сбежал с передовой на съемки». На съемки! При этом все каналы дают посыл к некоему видео, дабы придать правдоподобную своему вранью, который распространил в Фейсбуке патриарх украинского национализма Дмитро Корчинский. Поскольку само видео большинство СМИ так и не решилось показать, то мы обратились к первоисточнику, то есть к сюжету на странице самого Дмитра Корчинского. Итак, смотрим. «Мир вам, братья и сестры». «Мир вам». «Оце вот проходив, я как раз, бачу, стоят люди и курят. У курят. До речи, в украинском мове курят. Палят селераду, а сигареты курят. Потому что не помиляйтеся больше. А тут, бачу, военный злочинец Пашинин. Пашинин. «Ох, вот он курит, курит. Ой, мама, курю, все никак не могу бросить». Да, они намагаются бросить. И вот эти вот люди, которые задеяны у нас будут в съемке фильма «Посттравматичная рапсодия». И... Где наш главный герой? Да, и Анатолий, да, вот он. Вот он. Добрый вечер. Алавитный курит. И, кстати, да, он не курит. Классно. Да, я просто кросс пробегал, надо куриться. И Анатолий Пашинин працюет с акторами. Кроме всего, что он снимается в этом фильме, он еще взял на себя важную миссию. Кстати, миссия совершенно не тяжелая. Вообще не тяжелая. Потому что это удовольствие. Потому что парни толковые. Ух, какие толковые парни. Так что, темчасово фронт недораховался бойца. 8-й батальон УДА на тиждень осиротів від... Да, без... Да, и там, как обычно, как только меня не будет, опять начнутся какие-то делюги, и опять ребята сделают кучу подвигов. Им снова дадут ордена, я снова останусь. Да, вы что там робите? Вы там кто там? Минометник, гранатометник? Нет данных. Я не это самое. Ну, это все даже правильно, между меньшим, да. Зам по тылу, скажем так. Нет. Я на нуле. Ну, значит, зам по нулю. Зам по нулю, да. Зам по нулю. Да, так что таки... Ну, так что, шедевр будет? Будет. Да. Будет. Да, це буде шедевр. Будет. Потому что... Эх! Материал смачный, кстати говоря. Ничего, что я это при авторе говорю, но это действительно смачный материал. Вкусный, хороший. А главное, блин, он правдивый. Там мысли, мысли, которые рождаются там, они же... Это вот то, что долго-долго пытался сформулировать, вроде бы в голове у тебя, и вдруг бац, читаешь, думаешь, ты елки-палкисты. Это же мои слова. Выходишь, говоришь, и понимаешь, что говоришь, действительно, это мои слова. Да? Ну, действительно, это и получается, и получается органично. А потом еще свое отношение к этому, и вообще получается, иной раз и толково. Ну, если повезет, то вообще талантливо. Пождите. Назара сильно відрізняється від того, що в театре? Відрізняється колоссально. И Паша нам дає такі уроки... Паш, Паши нет. Нам дає такі уроки, які нам забыл дати в университеті Карпенко-Карова, на жаль. У нас университет не театру, так и кино, а просто театр. Карпенко-Карий зіпсував наших акторів. Підтверджує. Але, до речи, до речи... Чесно говоря, не всіх йому вдалося зіпсувати, і просто хто-то проскочил, хвала небесам, хвала небесам. Так, де-то задело, конечно, де-то задело. Але обучаємість – це головне, це зіпсувається. Поиск самого цену, вот эта жажда к самому ценному, знання. Оно сохраняється. І це дорогого стоїть. Не просто «та ну, вот це вот, воно достало вже». «Та ну, ну і шо, ти що найумний?» «Нет, я єдинственный умний». «Вот і все, ти що найталантливий, я єдинственный тут талантливий». «Вот твій відповідь художний». І мені він понравився. Так, що? З нетерпінням очікуйте на прем'єру. Вона буде в січні місяці. І це буде найкращий український фільм з усього, що було знято в Україні, після думи про Щорса. Амінь. Тим, хто не розуміє украінську мову, об'яснюємо. Пашинин вирішив збіжати з передової, «сбіжати кавычках», для того, щоб снятися в новому фільмі. Постравматическая рапсодія – це, так сказати, фронтовий отпуск для выполнення боєвого творческого задання. Какі-либо детали о смачному сценарії, который, по словам актёра, произвів на нього огромне впечатлення, він не вспомогу, лише заверював, що фільм буде вкусним і правдивим. Пашинин добавив також, що поки він буде зніматися в кіно, його боєві товариші опять совершат кучу подвігів, їх представять кордінам, а він сам опять останеться без награды. Ось така історія, навчно іллюстрируюча то, що російським СМІ нельзя доверять і на Йоту. Причем, якщо раніше вони, якщо і не врали в открытую, то подвирали і перевирали, то тепер, навіть не удосюжившись яким-то образом ісказити саму суть інформації, просто придумують якісь дурацькі заглавля, які ставлять з ног на голову суть происходящого. Видимо, розчет на то, що цей бред навіть в самої Росії ніхто вже всерьез не розпринимає, стараються действувати на підсознанній. Ведь давно известно, що зараз більшінство людей навіть заглавля, нічого крім заглавля нынче не читають. Вот прочитає, такой человек пробіжиться по інтернету, читнє, як кажуть, таке заглавля, і дійсно буде думати, що Анатолій Пашинин дал дюру спередової. На самом деле, Пашинин воював, воюєт і буде воювати в составі 8-го батальйона української добровольчевської армии. Слава Україні! Смерть ворогам! Анатолій Пашинин Слава Україні!